Доброе утро! Продолжаем изучение Мишны, трактат Псахим, 5 глава, 2 Мишна. Говорит Святая Мишна Мишна здесь продолжает разбираться и все следующие главы будут посвящены законам жертвоприношений. Это очень интересная закона и важная, потому что, как мы уже говорили в прошлый раз, что тот, кто изучает сегодня законы жертвоприношений, ему засчитывается, как будто бы он принес жертву в храме. Храм пока что не отстроен, у нас нет возможности приносить жертвы, но мы можем получить заслугу, как будто бы мы их принесли. Так есть, чтобы понять, о чем говорит эта Мишна, в жертвоприношениях есть несколько работ, несколько типов служения, некоторые из них критичны, то есть без них жертвоприношение некошерно. А некоторые из них некритичны. То есть, например, человек принес грехочтительную жертву, так ее нужно зарезать, животное, его режут, шхита. Это первый вид служения, без которого жертвоприношение не считается. Второе, это кабала. Нужно принять кровь в специальный сосуд, в храмовый сосуд специально, принять кровь из горла животного. Третье служение, это олаха, это отнести этот сосуд с кровью к жертвеннику, это отдельная работа. И четвертое, это зряка, это окропить жертвенник кровью жертвоприношения. И в тот момент, когда жертвенник окропляется кровью жертвоприношения, жертвоприношение считается засчитанным, человек выполнил свою обязанность. И даже если потом само животное не сожгли на жертвеннике по какой-то причине, да, и оно исчезло и потерялось там, например, да, и так далее, все равно человеку засчитано как будто, что он уже жертвоприношение принес, основное свое служение он уже выполнил. Есть другие еще виды работы, которые нужно делать, но они не критичны. То есть без них жертвоприношение все равно кошерное. Так здесь говорит Мишна про законы пасхального жертвоприношения. Пасхальный Песох, пасхальную жертву, которую зарезал не во имя. Есть такая лоха, что любое жертвоприношение нужно зарезать во имя Всевышнего, естественно, да, во имя принесения жертвы Богу, не идолу, там, не дай Бог, да. Но также во имя конкретных жертв, потому что есть очень много разновидностей жертвоприношений, как, например, хатат, грехочтительный, или ула, жертва всесожжения, или шламим, мирная жертва, или курбан-песах, пасхальная жертва, так нужно делать те, как минимум, эти четыре вида служения, иметь в виду, что я делаю их для пасхальной жертвы. То есть представьте себе коин в храме, приходят тысячи евреев, приносят разные виды жертвоприношения, и он должен знать, когда, поскольку это один человек режет, другой принимает, там третий несет, четвертый окропляет, да, значит, и каждый из них должен знать конкретно сейчас он во имя какого жертвоприношения он делает, поскольку когда это тысячи жертвоприношений, может возникнуть путаница, да, поэтому это серьезный вопрос. Так, песах, который зарезал не во имя, и принял, и отнес, и окропил не во имя, или даже, то есть не во имя пасхальной жертвы, или даже во имя и не во имя, или не во имя и во имя, сейчас Мишна объяснит, что это не кошерное. То есть, это отношение не считается. Что это значит во имя и не во имя? Когда человек хочет так и так, это распространенная проблема в наше время. Человек хочет на всех стульях усидеть. Мишна объясняет, как может быть такое, что во имя и не во имя. То есть, он принес во имя Песоха и во имя Шламим. Во имя Песоха пасхальная жертва, во имя мирной жертвы. Евреи приходят в храм на Песох, весь еврейский народ. И человек, у него все хорошо. И он обещал уже принести в храме жертву Шламим в качестве благодарности Всевышнему, что у него все, слава Богу, хорошо. И он принес и пасхальную жертву Шламим. Так какой он перепутал, или какой он хотел сэкономить, чтобы считалось то и другое. Или сначала сказал, что это во имя Песоха, а потом сказал, что это во имя Шламим. Или наоборот, что во имя Шламим, а потом во имя Песоха. И не важно, что он сказал первым. Мы могли бы подумать, что если он уже сказал, что это во имя Песоха, то это уже не отменить. Нет. Если какой-то сначала подумал так, на самом деле недостаточно подумал, надо, чтобы он сказал, да, по большинству мнений. А потом он сказал, что нет, это во имя другой жертвы. То это отменяет, и жертвоприношение не кошерное. Нужно жертвоприношение принести с определенной мыслью. И человек от Коин, который приносил с неправильной мыслью, соответственно, жертвоприношение считается не кошерным, и нужно принести вместо него другое жертвоприношение. Спасибо большое. Хорошего всем дня.